Вау! Как прикольно! Это вчерашний, кто-то кушал, отдыхал? А тут прикольно! А днем-то здесь как красиво! В общем, спали мы. Нет, здесь не видно. Это называется гостиный дом на Кривцово. Какие такие вот коттеджики интересные. А мы где-то там, вверху, комната освободилась, мы и довольно туда подселились. А еще здесь очень хорошее обслуживание. Персонал просто душевный. Обязательно оставлю отзыв. Здорово вообще, все чистенько. О, все. Мы не одни проснулись. Мы вообще хотим отдать ключ. Уже минут десять как дойти. Отдать ключ. Здесь такой милый прудик. Я хочу на кочевке вот туда. Здорово. Вон там мамочка с Лялечкой качается. Хочу, хочу. Как все-таки замечательно, что есть возможность путешествовать, особенно в те города, которые, собственно, не так и далеко находятся от нас. Но в них специально вот на самом деле брать нужно тур. А мы просто так сели и поехали кататься. Вообще потрясающе. Так, ну что, вчерашний товарищ, который почему-то начал по клетке бегать. Видимо, я его запугала. Но он что-то сейчас тоже мечется. Его на улицу вынесли. Классно вообще как. О, народ цепит. Здорово. В общем, с восьмого раза, потому что то одно, то другое, то мне позвонят, то еще что-то происходит. Голос пропадает вообще. Привет. В общем, мы наконец-то пошли отдавать ключи. Ага, как вам? Как здесь все-таки? Классно. Ухоженно, мило, чисто. Мы довольны. А вот туда, по-моему, мы вчера ходили. А по-моему, вон туда мы ходили. Да? А, да, по-моему, мы туда ходили. Мы даже уже не помним, где мы ключи выходили, отдавали. Сейчас пойдем ключ отдадим и все. Мы хотим съездить наконец-то попить кофе. Серьезно, так кофе хочется с утра. Мы опухшие, не нормальные, не причепленные. Но это не важно. Главное, у нас отличное настроение. Ну, как? Как здесь может быть вообще плохое настроение? Не понимаю. Решила еще почетный круг сделать. Пока две минуты целых раз у меня есть. Сейчас вот так, на фоне красоты, не писаной. Елочка, привет. Вот так. Как здорово, что у нас не получилось переночевать в каком-то странном отеле, хостеле, не понять что. Мне не понравилось обслуживание, и я психанула и ушла. Да, я такая нервная. Но я считаю, что это классно, потому что, во-первых, я плачу деньги, я хочу видеть, за что я плачу. А во-вторых, хорошо, что я психанула. И нашла вот просто случайно, как всегда методом тыка, позвонила, нашла какой-то отель, и мы приехали. Настроение потрясающее. Нам главное сейчас попить кофе. Просто попить кофе, проснуться. Мы едем на площадь Капошвар. Господи, ты не ешь. Я делала без нее. Я ничего не помню. И все. Все, мы там нашли какую-то сковородку, что ли называется. В общем, заведение, где можно прикусить, покушать, попить. Я не знаю, что там можно сделать. Ничего, мы все найдем, все нормально. Мне очень нравится, что у нас такая компания, которая просто аж все позитивно относится ко всему и не сходится мая, если что-то пошло не так. Майские праздники удались. По крайней мере, первая их часть. Стоять во фоне красивой елочки. Продолжаем наше путешествие. Такси вот-вот подошло. Увидимся дальше. Где-то там в центре уже. Сегодня наша подруга. Спасибо. Сегодня наша подруга будет нас гулять. Будет рассказывать нам. У нее вообще даже готова, насколько мне известно, целая экскурсия для нас. Она тоже очень любит сильно путешествовать. Поэтому, я думаю, будет интересно расскажет нам. Красивые места покажет. В общем, Тверь, ты нам нравишься. Я думаю, возможно, мы приедем еще. Все-все, бегу-бегу. Вот так называется. А Тверь, кстати, основана в 1135 году на стрелке реки Тьмаки. А с 1247 года это центр Тверского княжества. Наш чек 1054. Это вот это все. Прям вот все. Вот это. За 1000 рублей. Я не знаю, как мы все это кушать будем. Это питерские мерки. Да, кстати, питерские мерки. Дождались мы свою подругу. Сейчас вот она поедет уже к нам. И мы поедем по юношу. Она нам подготовила какую-то экскурсию. Куда-то нужно даже прийти ездить. В общем, я посралась тебе. Если честно. Мы очень хорошо, холодно покушали. В общем, мне все понравилось. Хороший вид. Сегодня потрясающая погода уже. Который день. Все для нас. Все. Мы собираемся. Идем. Покажу, куда нас отвезут. Я решила все-таки центр как-то запечатлеть. В общем, как-то так. Нам все сложно к пятерочке пойти. Вот такие интересные лавочки. И мы идем. А пятерочка где-то там. Мы встретились. Можно тебя снимать? Да. Посмотрите, какая она стильная. У меня детенка. Вообще шок. Круто. Наконец-то. Только я сказала красиво. Да, мы сейчас пойдем гулять. Боже, какая она красивая. Супер. Так. Ой, какая красивая карта была. Расскажите, пожалуйста, Катеря. Пару фраз для нашего радио. Четко, надпись четко охарактеризовывает сегодняшнее. Наше утро. Просто. Мы пришли в интересненькое местечко. Заказываем кофе с собой. Но это прекрасная лависть. Она с нами просто на весь сегодняшний день. Наш личный гид, он даже подготовил уже информацию, даже у нее там все записано. Я сейчас хочу немножко поснимать втихаря, как будто она типа не видит. Мы с вами заходим на территорию Морозовского городка, построенного еще до революции. Меценатом и владельцем фабрики Савы Морозовым и женой Варвары. Савы Морозовым и женой Варвары. Все данные постройки выполнялись с 1853 по 1914 год. То есть это до революции 1917 года. Сейчас на территориях располагалась фабрика, ткачская фабрика, промышленность, а далее располагалась родильный дом, театр, больница, обсерватория. То есть здесь было все и для каждого. Сейчас мы пройдем, посмотрим, что осталось вот этой неземной красоты и посмотрим, в каких условиях здесь до сих пор живут люди. Так, немножечко туда вздорим. Видите, что тут? Очень интересно, двор полетарный, так и называется место. Наш гид просто потрясающий. Вот ее так понятно слышите. Поставленная речь такая, начитанная. В общем, дальше идем. Косармы были отстроены для рабочих фабрики. В советское время люди приезжали туда со всей страны, чтобы получить место и получить жилье, самое главное. В 1994 году, с этого года фабрика стала разваливаться и в 1998 году она разбиралась окончательно. Очень жаль. Ну, жаль, да, как я говорила, в Иваново все ушло. Ничего не поддерживается. Вот. Люди, которые, это можно сказать так, что фабрика закрылась, а люди остались в этих комнатах. А, все понятно. Почему? Жаль, печально, но сейчас мы зайдем и пройдем и посмотрим, что вообще здесь есть. Окна, там живут люди. Там живут люди. Мне нужно держать сюда. Вот двор полетарки, казармы, полиция. Ну, какая вот с этой стороны пойду? Это детство и вырос здесь. Мы сейчас чуточку затронули Михаила круга. Вау! Вау! Там же обсерватория. Как же это было красиво в свое время. Катя сказала, что это модерн. Ну, это модерн. Боже, как жаль, что все это в таком состоянии. Это так было красиво. Вот если привести в порядок, боже, мне кажется, это лучший вариант, где было бы неплохо вообще забыть жить или что-то еще. Я думаю. У меня тут появились парочка друзей. Ну, давай покажись. Она прям рядышко. А вон еще один товарищ. Кс-кс-кс-кс-кс. Аааа. Люди, как конфеты, вот там про Паву Морозов. Пойдемте сразу по словам, чтобы они хотя бы выглядят. Вот. И будем точно что-то выглядеть. Вот, туда-сюда попасть там по предварительной замке все. Там мамам все это расскажу. Вот. Варвара Морозова, да, и Абрам Морозов. катя нас идет куда-то туда мы и в общем мы я я считаю что нужно екатерине уже давным-давно брать и проводить экскурсии потому что она очень красиво интересно рассказывает о таких достопримечательностей которые мы бы никогда в жизни даже не увидели мы бы никогда сюда не пришли сами и никогда бы этого не узнали поэтому а я оставлю ссылочку на ее страничку внизу в описании если кому-то будет интересно можете обращаться и я собственно она пройдет очень интересную экскурсию тверской промышленный экономический колледж ну да говорит что там немножко не то конечно не очень хорошее состояние но все же интересно сама сам факт исторического места вот эту обсерваторию наконец-то нашли и дом михаила круга а да сейчас поднимаюсь там касса лучше осуществлена чугунная лестница я вот на секунду просто это же как было да да сейчас после все понятно качество ну точнее не качество вид но просто на секунду как это было когда это была новенькая только построена да уже так интересно здесь заброшенный дворец спорта как нам катерина сказала сейчас она хочет пойти и все-таки дернуть эту дверь убедиться что действительно пройти туда не сможет да мы поняли да сейчас мы проверим все зрители внимательно следят за этим процессом все ясно да говорит там очень красиво как вот эта церковь называется или что это а вот так что я вижу что вижу пока там девочки культурные идут я все таки потрогаю просто потрогать вообще как здорово они очень сильно привязаны катя нас куда-то туда повела сейчас что-то расскажет стопроцентно там вот уже группа вот такой вот интересный вид здесь признаюсь честно там такие обоживают вида люди там что-то из трапезной в общем видимо их кормят и бесплатно поэтому там немножко маргеральные личности но нас это не смущает потому что мы идем смотреть культурное все-таки наследие дамы тебя отпустим часик но не раньше чем через часик какое небо красиво какое вообще все здесь невероятно личная фраза красивая тоже наверно надоело но это великолепно потрясающе в общем здорово обязательно приезжайте теперь это стоит посмотреть стоит взять экскурсию посмотреть держу михаил круг сейчас мы еще потом сходим на набережную обязательно сфоткаемся там везде и все но посмотреть чуть-чуть что-то исторического и послушать именно экскурсию потому что просто так у красивого здания сфоткаться это одно а когда тебе расскажет историю это совсем другой уже уже по-другому воспринимается все ох ох девчонки уже ушли я бегу бегу и так мы в твери на местном арбате сейчас я найду где-нибудь название улицы и прочту его нет все таки нужно поближе подойти не вижу дарик нет 3 3 святская улица вот нам уже уточнили песня круга мы к сожалению сюда добавить не смогу именно саму песню я ссылочку ну или там название песни в описании поставлю потому что здесь меня заблочит конечно же но мы все таки я хочу во первых взять какую-нибудь памятную вещицу в этом человеке до округе и еще нам посоветовала наша подруга местную сладость мармелад мармелад местный какой то есть мармелад и сейчас вот вижу газет кидаю киосок сейчас зайду посмотрю может быть там есть как раз что-то из серии брелочков или там ненужных магнитиков подарки все мы нашли подарки все отлично мы зайдем но при нет слов конечно как это все здесь интересно я вижу прям исторические здания до впечатляет очень впечатляет чуть позже еще свое мнение я скажу об этом вот она вот она мармеладная сказка вот сюда нужно зайти и вот они всякие мармеладки сейчас придется конечно купить часто так поближе вкусняшек придется все чего-нибудь чего-нибудь обязательно купить родственникам себе и так далее это все-таки как местная достопримечательность и просто посмотрите какие забавные у них лошадки сейчас девчонку мы берем какие классные и так я наконец-то нашла сувенирку я сейчас уже не буду как старый добрый мир охватать все что под руку попадается я хочу сначала рюмки опа рюмочки все все вот сейчас вот сейчас вот здесь оказывается такой тип рыночка маленького такой сувенир очка сейчас мы сувенир очку все посмотрим вот они текая локольчики отлично вот сейчас пойдем брать выберем красивое что-то а там рыбочки рыбочки вот сейчас будем выбирать ну вот местный так скажем арбат начинает а заканчиваться мы сейчас переходим дальше и там будет набережная как нам уточнили ну и вроде как будто бы мы в правильном направлении двигаемся мы конечно набрали уже сувенир вкусняшек и всякой ерунды сейчас мы хотим взять кофе сесть на набережную наслаждаться прекрасным видом и разбирать всю ту ерунду которую вы набрали ну вот такая красивая возвышенность оттуда мы пришли пачка ли направляться будем туда сейчас мы по культурному все пройдем по культурному по пешеходному переходу и так далее и пойдем дальше на набережную что я могу сказать река волга все что я могу сказать какая красивая и длинная большая набережная мы в общем туда хотим сходить и туда и везде очень впечатляет на самом деле все не спускайся то и мы пойдем гулять мост очень эффект и мы еще хотим вот к тому восходить чем мы по нему проезжали сегодня мы пойдем туда пешком вид шикарен зашли мы на этот красивый мост нам подруга посоветовала на ту сторону пройти прогуляться следуем совету это видимо стадион но не видим а стадион что прикольно какой красивый кинотеатр он так и называется ротонда а звезда ну он вот так вот это она тесно ротонда все понятно хорошая набережная развлечений очень много а и Продолжение следует...